В секторе газа растет риск распространения заболеваний на фоне антисанитарии и нехватки медикаментов. Сильная жара еще больше усугубляет ситуацию. Неправительственные организации сообщают о росте жертв среди мирного населения Анклава во время атак израильской армии. За минувшие сутки в результате удара по школе в лагере беженцев Нусы и Рад погибли по меньшей мере 30 человек. Вместе с тем, по прогнозам ООН, из-за резкого сокращения поставок гуманитарной помощи положение жителей ухудшится еще больше уже к середине июля. Подробности в нашем следующем материале. В секторе газа растет риск распространения инфекционных заболеваний. Об этом сообщают неправительственные организации. В Анклаве уже зарегистрированы случаи менингита, диареи, кожной сыпи и ветрянки. Ситуацию усугубляет сильная жара, нехватка питьевой воды, продовольствия, медикаментов и антисанитария. Людям приходится жить в полуразрушенных зданиях среди мусора. Количество отходов по всей территории сектора газа создает большие проблемы для людей. Мы опасаемся, что скоро появятся болезни, которые никогда не наблюдались в Анклаве. Они могут затронуть все население. Риск растет с приближением лета, когда температура повысится до максимальных показателей. Между тем, в Анклаве продолжает ухудшаться гуманитарная ситуация. По прогнозам ООН и Всемирной продовольственной программы, запасы еды в секторе газа полностью закончатся в середине июля. Почти половина населения газа окажется на грани голода. Все это происходит на фоне резкого сокращения поставок гуманитарной помощи. Так, за последнюю неделю в газу через Кирем-Шалом въехали всего 232 грузовика с продовольствия. Это на 70% меньше, чем в период до начала военной операции в Рафахе. По прогнозам, почти половина населения газа окажется в чрезвычайной ситуации из-за отсутствия продовольственной безопасности. Доступ к пострадавшему населению затруднен из-за боевых действий. Нам срочно нужен доступ к пострадавшему населению. Между тем, израильские силы продолжают атаки на сектор газа. Так, днем ранее армия Израиля нанесла удары по школе в лагере беженцев Мусейрат в центральной части Анклава. Погибли по меньшей мере 30 человек, десятки получили ранения. Большинство из них – женщины и дети. Израильские военные сообщили, что они нанесли удар по лагерю движения «Хамас». Осель Абдыкалыкова, 24КИЗ.